друзья всем привет сегодня воскресенье и сегодня я решил приготовить мини баклажанчики вот такие вот фаршированные мини баклажанчики и запеченные в томатном соусе что я буду делать я сейчас вам покажу ингредиентов у меня не сильно так много но мне нужно подготовить будет баклажанчики в кипящей воде чтобы они немножко в соленой воде покипели и потом я их буду фаршировать я вам покажу чем и так друзья 10 маленьких баклажанчик мини баклажанчик одни вот такие полосатые и вот эти черненькие или синенький как говорят 5 томатов соль перец острый перец 4 зубчика чеснока зелень опс воду воду мне надо вскипятить довести до кипения посолить и немножко отварить баклажан значит друзья воду я уже подсолил одну столовую ложку соли бросил и баклажанчики нам надо очистить вот от хвостика от этого они уже помыты и вот так вот не до конца не до конца разрезать на 4 часть то есть чтоб они могли в общем то вот так вот раскрыться вот вот и здесь посередине мы будем фаршировать и так ребята мы должны проделать это все со всеми нашими баклажанчиками снимаем хвост как я уже говорил надрезаем на две половины и надрезаем на 4 половинки но не до конца чтоб выглядели они вот так и так друзья после того как мы подготовили наши баклажаны разделили их вот так вот на 4 части мы их отправляем кипящую воду на 5 минут чтобы они были не такие твердые ну и разумеется чтобы они не сварились окончательно то есть не были совсем мягкие на 5 минут вот тем временем мы сделаем наш соус для баклажан значит сюда выдавим 4 зубчика чеснока видите для вас наверно остается интрига чем-то их фаршировать то буду сейчас все увидите сейчас я вам все покажу и так баклажанчики еще не прошло 5 минут укропчик я уже порезал и соответственно я режу также петрушечку вместе с кинзой ну или с кориандром кому как нравится итак друзья зелень зелень мы отправляем наш томатный соус точнее наши периоды томаты пюрированные томаты и сейчас можно уже сливать баклажаны воду и дать им разумеется остыть и так друзья баклажанчики наши лежат остывают сейчас и сейчас я вам покажу чем я буду их фаршировать и так это брат вурст по-немецки домашние колбаски значит них нужно снять со всех эту кишку которая не находится пленку снимаем вот так просто я решил попробовать что-то новое не делать свой фарш а взять именно вот эти колбаски и за фаршировать и баклажаны и так мы проделаем со всеми с этими колбасками с ними вот такую пленку и потом когда баклажаны полностью остынут мы начнем их фаршировать и так друзья что мы делаем значит выпекать мы будем быть в этой форме запекать в духовке кожу то есть пленку эту или кишку как она называется я ее снял со всех колбасок и теперь мы будем набивать наши баклажанчики в расчете одна у нас конечно получается лишняя здесь 6 штук мы я только у меня 10 только баклажанов значит как берем вот так и вставляем так и складываем нашу форму здесь я уже положил топленое масло для отличного вкуса потому что пленое масло очень вкусно и так мы проделаем со всеми баклажанчиками со всеми колбасками то же самое что я делал сейчас итак друзья мы зафаршировали наши маленькие баклажанчики колбаской и теперь сейчас мы посолим наш соус поперчим добавим буквально немножечко острого перца все это дело хорошенько перемешаем и отправим наш соус суда на наши баклажанчики так итак все у нас готово чтобы поставить нашу духовку запекаться я думаю баклажаны уже до полуготовности мы довели кастрюле и сейчас мы поставим духовку ну еще минут на 45 когда помидорки зелень все приготовится баклажаны впитает себя весь этот аромат зелени томатов и наша колбаска даст сок мясной я думаю все это будет готово ну а потом будем пробовать итак друзья здесь у меня то что осталось одна колбаска которую я не никуда было использовать я ее порезал меленько и по краям положил сюда мою мою форму и теперь это все мы отправляем духовку друзья мое блюдо приготовилось но выглядит вот так очень очень аппетитно зелень помидоры и баклажаны вот я положил себе для пробы вот так вот в середине здесь вы видите сосисочки эти то есть эти колбаски а по краям вот эти баклажанчики то есть они как раскрылись это кусочек от той колбаски которая была лишняя и сейчас мы попробуем вот колбаска запеклась тоже так смотрите ее можно прямо так резать и ребят вкусно получилось на хотите верьте хотите нет но интересно получилось вкус от этих колбасок передался бульону баклажан и эти мини баклажаны никогда не ел а по вкусу они очень нежные сладкие и вот как я сказал в середине у нас получились вот такие колбаски так что друзья желаю всем приятного аппетита кому понравился мой рецепт ставьте лайки не понравился ставьте дизлайки всем буду очень рад всех благодарю за просмотр и всем пока